МОНАСТЫРСКОЙ СЛОБОДА МОНАСТЫРСКОЙ СЛОБОДА Хотя и этому монастырю пришлось пережить немало. Чего только стоит разорение в начале 17 века, когда процветавшую на тот момент обитель разграбили и сожгли поляки. Матушка с несколькими сестрами буквально уцелели. И после окончания этой суммы вернулись на пелище. Снова это легло на такие вот слабые хрупкие женские плечи. Но с помощью Божьей они снова смогли возродить этот монастырь с помощью Божьей. Да, с помощью всегда здесь были помощники, бегомольцы. Восстановление монастыря началось сразу же по окончании интервенции. Однако первый каменный храм появился здесь только во второй половине 18 века. На рубеже 18-19 веков Христо-Рождественский окружила новая кирпичная ограда с башнями и воротами. Приблизительно к этому же времени относится и возведение трапезного с настоятельским корпусов, между которых расположилась надвратная Спасская церковь. Внимание посетителей монастыря привлекает могила, устроенная прямо здесь, возле стены. Собой Христо-Рождественский наш был построен при Игурне Афалинарии. Она здесь была с самого детства в этом монастыре. И она всю жизнь отдала службе Богу, сёстрам. И она отличалась очень такой, знаете, крутостью и христианским смирением. И когда стал вопрос о избрании новой игумени, то все сёстры однозначно, то есть выбор пал на матушку Аполлинарию. Она, конечно, очень была к этому не готова и пыталась как-то уйти от этого назначения. Но, выполняя послушание и пресвященного, и просьбы сестёр, она приняла этот сан. Она осталась такой же смиренной, кроткой, служила также монастырён. И интересно, когда она уже приближалась к своей кончине, она такое завещание оставила, похоронить себя под сводами Спасской церкви. Именно вот у этой вот стены, чтобы её могилка была попираема ногами богомольцев, которые могут приходить здесь вот всех людей. То есть такое величайшее смирение и крутость. С тех самых времён, а это первая треть XIX века, здесь стоит и главный собор монастыря, возведённый при игумене Аполлинарии. Христорождественский собор, вне всякого сомнения, центр монастырского ансамбля. Это яркий пример зрелого классицизма. Причём проект собора приписывается гению русской архитектуры – Карло Росси. Он не один год жил в нашей губернии и создал немало проектов для общественных и жилых зданий нашей области. Самое интересное, что это, по сути, второй Христорождественский собор, возведённый в стиле классицизма. Первый начали строить в 1810 году. Число богомольцев, желающих поклониться чудотворной Тихвинской иконе Божьей Матери, о ней мы расскажем позже, стало таким, что всем было ясно – прежний храм слишком тесен. В итоге решили строить новый. Причём церемония закладки прошла в присутствии императора Александра Первого. Он, продолжая традиции русских царей, постоянно жертвовавших деньги Христорождественской обители, пожаловал на строительство 3000 рублей. Однако через два года, когда здание уже было готово к внутренней отделке, по непонятной причине оно обрушилось. Строить собор заново и пришлось новой игумене Аполлинарии. Однако на этот раз строительство прошло успешно. 18 июля 1820 года храм осветил Тверской архиепископ Филарет. Так монастырь, а заодно и вся губернская столица, получили превосходный образец классицизма. Только на первый взгляд кажется, что у храма все фасады одинаковы. На самом деле три из них украшены портиками Тосканского ордера, а четвёртый фасад декорирован не колоннами, а пилястрами. Сейчас храм вместе со всей обителю на реставрации. И если снаружи сделано уже немало, то внутри у реставраторов работа непочатый край. Ведь в советское время монастырь, естественно, был закрыт и частично разрушен. Келии использовались как обычное жильё, а храмы... Вот в Христорождественском соборе, например, додумались сделать спортивную школу. При этом старинные фрески безжалостно уродовались, а чаще всего просто замазывались краской и штукатуркой. А ведь здесь уникальные росписи. Как сказал реставратор Алексей Алексеевич Живаев из Петербурга, участвовал в основном при раскрытии, укреплении и восполнении росписи, он сказал, что такого плана, именно Палиховский стиль и сочетание, вот это написано в живописном стиле, хватит только для московского Кремля. То есть у нас совершенно уникальные росписи. За 15 лет, конечно, могли бы уже храм полностью отреставрировать, полностью чистенький, беленький стоял. Но когда матушка увидела, что здесь уже под толстым слоем краски находится роспись, то она сказала мне, что мы очень будем внимательно, кропотливо, то есть привлекать больших, конечно, специалистов, чтобы насколько возможно именно сохранить, еще больше не наградить, а именно раскрыть и законсервировать, чтобы далее уже просто дописать. Дописать. Причем вот антиринхистический говорил, что существуют каноны, по которым можно будет дописать. То есть видно же, что какой-то образ в области мучениц или это преподобная. Там у нас на втором ярусе тоже раскрыта удивительная роспись, там праведная Анна и праведная Елизавета. А внизу здесь у нас Анна Фулса и Феодора, а здесь Анастасия и Домника, преподобная жена. Знаете, даже через прикосновение к искусству, к церковному, сприкасаешься именно и даже с теми людьми, которые в то время как-то жили, и с их духовной высотой, потому что написать именно леки требует очень такого, не только мастерства иконописи, но еще и духовной высоты. Пока полностью восстановлены росписи купола и барабана, где изображены Господь и все его небесные воинства. А также 12 апостолов. Христо-Рождественский собор знаменит не только своими росписями, но и, конечно же, святынями. Например, двумя мощевиками, емкостями для хранения частиц мощей. Один мощевик нам подарен из такого местечка под Киевом. Священникам они потрудились, собрали частички мощей. Они из Киево-Печерской лавры, из ближних и дальних пещер. Вот тут перечислены святы из них. И Илья Муромец, мистер Летописец, Арсений Трудолюбивый и другие преподобные. Также у нас еще второй ковчежик с мощами. Здесь в нижнем ряду течечки мощей оптинских старцев. Далее в верхних рядах идут течечки мощей. И здесь у нас находится тоже очень редкая, так можно встретить, и Михаила Тверского, течечка мощей. Далее Анны Кашинской, Нилу Солобинского, Макаре Калязинского, и Сергея Серебянского, течечка мощей. И далее у нас еще привезены мощи паломниками с Афона, нескольких афонских святых. Также у нас была ранее, сейчас перенесена тоже течечка мощей, и она притеча. Также мы написали специально икон тверских святых. Тут вложена течечка мощей Нилу Солобинского большая. И иконочка мучениц Натальи и Татьяны, течечка мощей мученицы Татьяны. Также у нас находятся большие иконы в правой части храма святителя Николая Чудотворца, течечка мощей его. Великомученика-целителя Пантелеимона с течечкой мощей. И сейчас очень много людей приходит тоже в наш храм поклонниц, попросить помощи Блаженной Матроны. Тоже иконочка с течечкой мощей. Среди икон Христорождественского собора особо почитается всеми прибывающими сюда богомольцами икона Тихвинской Божьей Матери. История нашего мастеря неотрывно связана с образом Тихвинской иконы Божьей Матери. Даже у нас монастырь прихожане называют Тихвинским, потому что очень был дорогой именно этот образ у нас здесь. Связано это с тем, что в 1972 году у нас образ появился в монастыре, и запринесла его сюда как благословение своего деда, одна из сестричек монастыря. И существует много случаев и благодатной помощи, и исцеления. Одна бабушка, которая уже не имела возможности выйти из дома, вдруг она в тонком сне увидела этот образ, и сказано, что иди в Тверь, в женский монастырь, и там получишь исцеление. И вот ее, когда привезли сюда, то она получила исцеление перед этой иконочкой. Неудивительно, что в благодарность люди несут к этой иконе кольца, перстни и другие драгоценности. Среди других достопримечательностей собора мать Олимпиады выделила распятие. У нас, наверное, единственное в Твери, наверное, точно такое распятие. Она батюшка из одной деревни пожертвовала в монастырь. Дело в том, что здесь Спаситель изображен еще живой, когда на кресте по Евангелию восклицает «Элои, Элои» или «Массовые хвани», то есть «Божий, Божий мой, скуем я себя оставил». Спустя сто лет после возведения Христо-Рождественского собора в обители появился еще один храм, выглядящий не менее грандиозно. Воскресенский собор, пожалуй, это самое значительное сооружение в неорусском стиле на Тверской земле. Выстроенная в традициях псковско-новгородской архитектуры, оно появилось у нас, в общем-то, недавно, всего около ста лет назад, будучи построенным к 300-летию правления династии Романовых. Однако смотришь на него, и кажется, что оно может помнить даже нашествие Батыя. Конечно же, в этой обители есть храмы и поменьше. Наряду с уже упомянутой Спасской надвратной церковью, это Троицкая, прозванная «Больничной». Такое название она получила потому, что вплотную к ней пристроен корпус, в котором располагался монастырский госпиталь. На самой линии, где проходит ограда монастыря, в 1882 году выстроили Никольскую церковь. Сильно разрушенная в советское время, она до сих пор поражает элементами русско-византийского стиля, в котором она и была возведена. Сестры уверены, что со временем в первозданном виде восстановят и эту церковь. Самым новым храмом обители является церковь новомучеников России, это точная копия часовни, возведенной сто лет назад при Воскресенском соборе. В советское время за ее состоянием почти не следили, и здание обрушилось от ветхости. В итоге часовню восстановили, но уже как храм. Сейчас в нем совершается божественная литургия, как раз память царственных мучеников 17 июля, и какие-то вот именно такие даты, посвященные царской семье. А в остальное время здесь проходит крещение. Еще одним важным элементом обители, которую предстоит восстановить, является надвратная колокольня. Она хорошо видна на дореволюционных фотографиях. Большевики не поленились ее разрушить. Сейчас пока воссоздан первый ярус. Вообще колокольня – это на самом деле очень важная часть ансамбля любого и храма, и монастыря, ведь она побуждает к молитве, напоминает о вечности наших тоже. И вот очень бы нам хотелось, конечно, эту башню пойти увидеть, но есть недостатка средств. Мы сейчас приостановили ее. Она такая, знаете, такая воздушная. Итальянец был, вот, ее, так сказать, проект создавал. Это какой-то стиль барокко даже еще был? Да, то есть, да, это еще даже барокко. Поэтому, знаете, даже немногие, ну, с той больших трудов найти, кто бы решился ее вот именно остановить. Потому что очень сложные там такие рисунки, вот, кладки. Поэтому вот сейчас пока мы ее остановили, потому что пока и средств недостаточно. Вот, и три башенки по восточному фасаду мы тоже там две мы построили, а третья сейчас занята. И еще одним не самым приятным наследием разорения советских времен является тот факт, что сейчас сестры, они фактически не хозяева на большей части территории монастыря. Полностью удалось огородить разве что монастырский сад с овощными грядками. Вся остальная территория обители – это самый настоящий проходной двор. Проходной – это мягко сказано, потому что горожане любят еще и промчаться на автомобиле лихо через монастырь, спрямляя себе путь. Лишь в последнее десятилетие обитель, как и положено, вновь начала обзаводиться солидной каменной стеной с непременными для монастыря башнями. Причем башням повезло немного больше, чем монастырской стене. Вот та башня – это единственная из тех самых дореволюционных, дошедшая до наших времен о том, что ей больше сотни лет, говорит хотя бы даже цвет ее красного кирпича, потемневшего от времени. Уже ровно 15 лет, как на заседании Синода Русской Православной Церкви, было решено возобновить монашескую жизнь в Христо-Рождественском монастыре. Тогда же его настоятельницы назначили игуменью Ларису. Подвижник по натуре она уже немало совершила для возрождения обители. И, хотя сделать предстоит еще немало, уже сейчас нет никаких сомнений. Если не сегодня, так завтра Христо-Рождественский женский монастырь окончательно обретет прежнее великолепие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова